МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей Бук-ТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. В студии Виталий Матюшин. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Праздник дружбы и верности, красоты и юности. В школах Бреста отзвенел последний звонок, как прощальная мелодия со школой, как символ о замечательных годах, где ребята нашли себя и полные амбиции и желания выдвигаются в новый жизненный путь. С напутствиями к ребятам обратились руководители области и города. Белорусский профессиональный союз работников образования и науки отмечает столетний юбилей. Минувший век сполна доказал неизменную верность организации главному – заботе о человеке, защите его трудовых и законных интересов. В областном общественно-культурном центре прошло участвование лидеров Брестской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. В Бресте создана интеллектуальная транспортная система путем внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением на семи светофорных объектах. Что это такое и как будет работать? Специальный репортаж корреспондентов БУК-ТВ. В эфире программа «Итоги недели». Прямо сейчас об этих и других событиях. Сегодня очень важный день в жизни любого школьника. Последний звонок. И какими бы ни были школьные годы, трудными или полными радости, последний день в школе всегда наполнен каким-то особенным смыслом. Поэтому он остается в памяти любого выпускника как самый лучший и торжественный день школьной жизни. Это праздник яркий и волнующий для всех собравшихся – учителей, родителей и, конечно, для героев этого торжества. Мы говорим герои, а не виновники, ведь ребята преодолели очень важный этап на долгом пути под названием «Жизнь». На праздник дружбы и верности, красоты и юности в брестские школы с поздравлениями и напутствиями приехали руководители области и города. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Торжественные речи, вальс и тот самый переливистый последний звонок звучали на весь юго-западный микрорайон. Красивые уже такие взрослые выпускники 11-й средней школы сегодня прощаются с детством, стенами родной Альма-Матер и, конечно, любимыми учителями. Многие из них с трудом сдерживают эмоции. Привычный образ жизни, расписанный по минутам, с уроками, переменами, домашними заданиями, закончился. Так как школа еще совсем молодая, ребята, которые ее покидают, проучились в ней не так много. Но даже за этот период они смогли достичь невероятных успехов и навсегда запомниться всему педагогическому составу. Сказать, что это полноценный выпуск сложно. Мы же открылись в 2019 году, поэтому этим ребятам мы посвятили два года своей жизни. Хочется верить, что действительно за эти два года мы сумели их подготовить к вот этой взрослой жизни, дать им возможность хорошо социализироваться в нашем обществе. Вот то, что мы смогли раскрыть, мы раскрыли. Мы сделали упор больше на то, чтобы дети раскрылись даже не как знайки, а как люди, которые имеют какие-то творческие наклонности, спортивные какие-то свои возможности, чтобы они могли творчески себя реализовать как личности. А дальше, я думаю, каждый себе найдет свой путь в жизни. Дай Бог, чтобы им повезло в этой жизни. В этот важный для выпускников день посетил 11-ю среднюю школу председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Он активно принял участие в проведении этого торжественного мероприятия, поздравил учеников и вручил подарок школе. Еще одной важной целью его визита был осмотр новой школы, ведь среди других она отличается своей уникальностью. В школе обучается 2700 учащихся в две смены. В ней создана безбарьерная среда для обучения детей с особенностями психофизического развития. Также она оснащена современным медицинским и техническим оборудованием, так необходимым для процесса обучения. Больше школы я не видал. Вот это первый раз так пришлось мне ознакомиться. Счастью, конечно, вот этого учебного заведения. Это комплексный, такой достаточно интересный подход. Это требовало сегодня непосредственно сам даже проект, а именно обеспечить наших деток, этого микрорайона, полным, так сказать, полноценным начальным и уже конечным образованием, для того, чтобы максимально облегчить, так сказать, воспитательный процесс как родителей, так и педсостава. Это мега-школа, она оборудована сегодня по самым современным требованиям педагогического процесса. Здесь прекрасный педагогический коллектив, здесь треть молодых специалистов, которые вот взяли первоклашек, их 30% фактически. Ну и, конечно, это опытнейший городский школ, сегодня педсостав, конечно, и руководитель школы. Я ее назвал генеральным директором даже школы, потому что таких школ у нас сегодня в Брестской области нет. Техническая база просто великолепная. Неотъемлемая часть последнего звонка – родители. Все они здесь, сегодня со слезами на глазах, чуть сдерживая чувство грусти, гордости и волнения. Казалось, только вчера они привели за руку своих малышей в первый класс, делали с ними уроки. А теперь эти статные юноши и девушки уже такие взрослые, со своими серьезными планами на будущее. Еще немного, и они, словно подросшие птенцы, разлетятся кто куда. Желаю своему ребенку, чтобы он поступил в дальнейшем. А может, вдруг и возвратимся в эту школу, работать или еще что-то. Все может быть. Мне очень волнительно. Мне хочется просто плакать. И в душе вот такое вот переживание за ребенка. Как он поступит, что в дальнейшем будет. Ну, как мама, вот такое волнительное у меня чувство. Ну вот и прозвенел последний звонок для учеников 11-й средней школы. Родные стены, растроганные учителя, красивые и очень счастливые выпускники, которые вот-вот шагнут во взрослую жизнь. Торжественные линейки сейчас проходят по всему городу. Продолжит репортаж моя коллега Ирина Левчук, которая сейчас находится в средней школе номер 7. В этот особенный день на одной площадке собрались герои сегодняшнего торжества. Выпускники средней школы номер 7, а также их учителя и родные, которые на протяжении 11 лет всегда были рядом. Сдержать эмоции от радостного волнения было невозможно. Это просто нельзя передать этих чувств, этих эмоций. Совсем недавно мы ее отправляли, такую козявочку маленькую, и тоже точно так же плакали, расстраивались. Она была очень домашняя, настолько пережила. Мы с такой благодарностью вспоминаем первого учителя, Ларису Валентиновну нашу, которая действительно очень по-матерински. Ну, так сложилось, что я теперь не знаю, какие у них. Знаю, что у них классный Андрей Андреевич, который тоже, по сути дела, с ними чуть ли не в скакалке. Молодец. В общем, у меня чувства большие благодарности школе. Ну, а за внучку, конечно, переживаю. И вообще всем выпускникам желаю, чтобы все поступили и определились. Отглаженные рубашки и галстуки у юноши, красивое платье и аккуратно заплетенные волосы у девушек. Эти маленькие детали указывают на то, что ребята тщательно готовились к одному из самых важных дней в их жизни. Кто-то с нетерпением и радостью ждал его, другие с трогательными слезами на глазах. Но большинство выпускников испытали смешанные чувства от праздника, ведь после него начинается новый путь взрослой самостоятельной жизни. С очень смешанными чувствами, потому что я до конца не могу этого осознать. Мне кажется, что, ну, просто линейка, 1 сентября, в понедельник приду в школу, а головой понимаю, что нет, не совсем. Вот, и, ну, я сейчас плакать начну. Очень не хочется из школы уходить, если честно. Мне раньше хотелось выпускной, я все время думала, как я буду в платье с ленточкой. А сейчас как-то я бы очень хотела, чтобы это был 9-й, а не 11-й класс. На торжественной линейке присутствовал председатель Брестского горосполкома Александр Рогачу, который отметил высокий статус школы, с которой юноши и девушки сегодня прощаются. Мэр города отмечает, что быть частью такого мероприятия отрадно. Невольно возвращаешься к своим детским воспоминаниям. Конечно, каждый раз, когда присутствуешь на этих мероприятиях, вспоминаешь свой последний звонок и ставил себе на мысли, что у меня сегодня определенный юбилей. Количество десятков лет, когда я закончил школу в городе Кобрине, уже достаточно серьезное. Поэтому не сомневаюсь, что государство создает все условия для получения качественного образования. Не сомневаюсь, что тот, кто хочет добиться чего-то в этой жизни, он добивается, потому что есть хорошие вузы и в нашем городе, в соседних областных центрах, в нашей столице. И повторюсь, я хочу пожелать им всем удачи, удачи, еще раз удачи. Последний школьный звонок – событие, которое оставляет в душе каждого человека одно из самых лучших воспоминаний. День прощания с любимой школой, добрыми преподавателями и отзывчивыми одноклассниками. Торжественный, немного грустный, очень запоминающийся праздник, который бывает только раз в жизни. У этих красивых взрослых юношей и девушек позади остались интересные, иногда очень сложные уроки, веселые перемены. А впереди их ждет большая, но пока еще неизведанная дорога взрослой жизни. Торжественный репортаж о главных героях сегодняшнего дня в выпускниках продолжит моя коллега Людмила Логодич. А мы находимся в восьмой школе имени Карвата. Сегодня здесь шумно и весело, но будет множество трогательных моментов, потому что 29 выпускников услышат сегодня последний звонок. От первой линейки до выпускного долгих 11 лет. Но почему-то сегодня кажется, что они пролетели как один миг. Еще вчера эти юноши и девушки смотрели удивленными глазами первоклашек на таких взрослых и красивых выпускников. А теперь они сами в этой роли. И уже для них звучат теплые слова напутствия и благодарности. Пройдет совсем немножко времени. Сдадите вы экзамены. Я уверен, что сдадите вы их успешно. И перед вами откроются возможности реализовать себя широко, полно в нашем обществе. Поэтому мое пожелание вам, уважаемые выпускники, найдите себя. Найдите себя в профессии. Найдите себя обязательно в работе, в жизни, в семье. И все у вас должно получиться. Дорогие ребята, сегодня тотрель последнего школьного звонка должна быть для вас грустной. Не хочется, чтобы она была грустной. Потому что именно эта грусть будет символизировать, что вам было хорошо с нами. А в этом не стоит сомневаться. Ведь, несмотря на строгую форму и безупречную выправку, не всем удается сдерживать эмоции. Впереди выпускные экзамены. Ну а первые испытания, которые обозначены на карте жизни, они уже сдали на отлично. А почему вы сегодня плакали? Ну, потому что для меня это очень незначимо. В принципе, школа. И я люблю тут всех, как бы это сейчас ни изучала. У нас учителя очень хорошие. И мой класс очень дружный. И очень сложно осознавать то, что вот сейчас пройдет июнь, экзамены. И мы уже, так сказать, пойдем по своим дорогам. И не факт, что встретимся. В этой школе я отучился все свои 11 лет. Я очень рад, что она мне дала все самое лучшее, что только можно. Я здесь вырос. Здесь были самые лучшие учителя. С такой теплотой будет вспоминать своих любимых учителей и 131 выпускник областного лицея имени Машерова. Но и они не раздавали повод гордиться своими достижениями. Успехов в дальнейшем пожалал талантливым юношам и девушкам заместитель председателя областполкома Геннадий Борисюк в поздравительном адресе. К его словам присоединились гости и родители. Самое главное, чтобы они смогли осуществить свою мечту. Пусть у них получится так, как они планируют. Пусть обязательно выбор сделают правильный, профессиональный. Пусть они и учатся в дальнейшем, как говорится, легко, свободно и достигают вершин во всех своих начинаниях. Мне посчастливилось познакомиться с лицеем еще в далеком 2005 году. Еще тогда, когда только-только лицей начинал свое становление. Тогда еще даже представить не мог, что когда-то в данный лицей поступит мой собственный ребенок, а сегодня я буду поздравлять с окончанием, с последним звонком. Незабываемое ощущение и впечатление лицея оставляет не только в ее памяти, но и в моей как отца. Множество дней прошло в плодотворной учебе, ярких спортивных и культурных событиях, конкурсах и мероприятиях. Руководство и педагогический состав сделали все, чтобы ребятам хотелось учиться в лицее и покорять новые вершины. Мы гордимся всеми нашими ребятами. В этом году у нас 131 выпускник, из них 36 претендентов на медаль. Я уверена, что все ребята подтвердят свои знания на выпускных экзаменах, обязательно станут студентами учреждений высшего образования. Сдав на высокие баллы централизованное тестирование и поступят именно в те вузы, в которые им мечталось. Успехов нашим детям, развития, не останавливаться на достигнутом, обязательно верить в свои силы, верить в свою звезду и стараться сделать этот мир еще краше. Не хочется, чтобы все это заканчивалось, потому что жизнь в лицее настолько разнообразна, что я, наверное, буду вспоминать еще всю свою жизнь. Впереди университет, впереди еще долгая красивая жизнь, поэтому не стоит грустить. Я очень благодарен лицею за прекрасные дни, проведенные здесь, за часы, что учителя нам подарили на уроках, за все знания, что я здесь обрел. Ну, конечно же, буду скучать. Через всю жизнь лицеисты пронесут светлые воспоминания о каждом проведенном здесь дне, а через много лет приведут сюда своих детей, чтобы и они стали выпускниками. Закончатся линейки, и тысячи выпускников выпорхнут, словно белые птицы из своих альма-матер. Но это не конец, а только начало большого пути под названием «Взрослая жизнь». Мы поздравляем всех выпускников Брестских школ с последним звонком. Далее перед вами горизонт больших возможностей, и вам лишь стоит выбрать, по какой дороге пойти. Каким бы этот выбор ни был, мы вам желаем ничего не бояться, оставаться такими же смелыми, уверенными и целеустремленными ребятами. Пусть ваши мечты превращаются в счастливую, добрую и невероятно интересную реальность. О программе «Итоги недели» продолжит материал о 100-летнем юбилее, который в этом году отмечает многотысячная организация Белорусский профессиональный союз работников образования и науки. Брестские педагоги объединились в 1945-м, сразу после окончания войны, а потому в прошлом году отпраздновали 75-летие образования. Две даты объединили в одну и собрали в зале общественно-культурного центра достойных людей одной из самых лучших и гуманных профессий – учителей, которые, несмотря на всю рабочую нагрузку, могут, умеют и занимаются профсоюзной деятельностью. Почему, зачем и для кого на все эти вопросы отвечают сами педагоги, а наши корреспонденты только саккумулируют их откровения и расскажут об успехах организации, которая празднует вековой юбилей. Для учителей брестских школ и тех, кто называет себя ветеранами, и тех, кто сегодня сеет разумное, доброе, вечное, для опытных и только начинающих на старнический путь нет ничего недосягаемого. Потому что они знают много, умеют еще больше, а главное – они, общаясь с молодежью, сами молодеют душой. Танцоры, певцы, спортсмены, задорные, боевые – они заряжают энергией друг друга и заряжаются сами. А когда есть стимул, когда в помощь еще организация, объединяющая, защищающая, поддерживающая, тогда все вышеназванное удваивается. И имя этой организации – Белорусский профессиональный союз работников образования и науки, которому в этом году исполнилось 100 лет. Чуть меньше – Брестскому городскому профессиональному союзу – 75. Сколько учителей школ, воспитателей детских садов, преподавателей вузов объединено за эти годы в организации. Столетие отмечает наш Белорусский профессиональный союз работников образования и науки. И вместе с тем, год назад наша Брестская городская организация отметила свой 75-летний юбилей. У нас очень большое сообщество педагогическое в городе Бресте. Это более 12 тысяч наших членов отраслевого профсоюза. В целом 138 первичных профсоюзных организаций. Всего у нас более 1500 ветеранов труда, которые стоят на профсоюзном учете. Современные профсоюзы в современных реалиях претерпели изменения. Но так и должно быть, подчеркивали все те, кто в праздничный день пришли поздравить объединение учителей, лидеров организации с праздником. Время не стоит на месте, но все-таки, меняясь, осталась главная составляющая работы – защита социально-трудовых прав и законных интересов людей. У нас очень хорошее социальное партнерство. С органами управления по образованию и администрациями учреждений образования мы выстраиваем отношения на принципах социального партнерства и заключаем в городе соглашение о учреждениях образования, коллективные договоры. Все прекрасно знают, что главная задача нашего профсоюза, как в целом всего профсоюзного движения – это защита трудовых и социально-экономических прав и законных интересов своих членов профсоюза. И мы стараемся это делать путем включения дополнительных гарантий в наше соглашение городское. Мы стараемся делать все возможное, чтобы каждому члену профсоюза было хорошо, представлять их интересы на всех уровнях. В социальном партнерстве, во взаимодействии мы стараемся вместе с горкомом профсоюза работников образования потенциально исключить нарушения трудовых и социальных прав работников системы образования города, работников учреждений образования. А помимо этого сделать так, чтобы эти права были защищены, чтобы они нанимателям не нарушались. Из 15 отраслевых профсоюзов именно вы играете самую важную общественно-политическую роль. Я хочу сказать, что именно ваш отраслевой профсоюз находится у истоков, у зарождений нашего будущего, нашей молодежи. И я хочу сказать, что вы этим, с этим таким очень сложным, таким очень важным делом вы справляетесь. И мы по праву гордимся отраслевым профсоюзам системы образования и науки. Ну и, конечно, Инна Алексеевна, городское объединение профсоюзов. Вы заслуживаете аплодисменты и силы. Действительно, сила профсоюза любого в единстве, а слава и гордость в его людях, профсоюзных кадрах, его активе. И торжественное мероприятие, все происходящее на сцене, больше походило на дружеский молодежный капустик, в котором место было и благодарственным словам, искренним поздравлением, вручением наград. Но все как-то по-доброму, по-домашнему и неудивительно. Ведь собрались друзья, коллеги, не только по профессии, но и по роду общественной деятельности. Вспоминали, как было раньше. Говорили о том, что есть сейчас. Я застала еще время, когда был Советский Союз, когда у профсоюза были средства государственного социального страхования, были большие возможности по оздоровлению. Ну, мне кажется, мы так много тогда делали. Но это же работа с людьми, ее положена почти вся жизнь. Как же можно без удовольствия об этом говорить? Потому что многие вещи компенсируются именно тем, что рядом достаточно таких людей, на которых можно в жизни опереться, у которых можно получить советы. И таких было очень много. Я вам хочу сказать, без этого движения я бы не дожила до сего времени. Активность, восприятие чувства доброты со стороны встречающимися людьми. Постоянная работа над собой, выступления, высказывания повышают эмоции человека, дают силы, здоровье, выносливость. И, кажется, хотелось бы работать и работать. Активными участниками торжества стали молодые члены профсоюза. Они сохраняют традиции и приумножают их. Они – участники конкурса в «Новые имена Беларуси», «Мы вместе». Они – организаторы многих проектов, один из которых Брестский молодежный форум педагогических идей и решений «Педагогический фест», который в этом году прошел уже шестой раз. В названии его заложена вся суть. Я уже шесть лет работаю в школе. И когда-то на втором году своей работы я стала победителем молодежного форума педагогических идей и решений «Педагогический фест». Заявила о себе, меня заметили. И именно благодаря профсоюзу я могу сказать, что я реализовала свои лидерские качества. На первой ступеньке профсоюзной работы, я думаю, единство людей все-таки, мы с едиными целями, мы все с едиными стремлениями. Мы идем вперед, движемся, развиваемся. И как благодарность за работу для всех участников встречи была подготовлена концертная программа с участием известных белорусских исполнителей. Лариса Осмоловича, Эдуард Букунович, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о том, что нужно знать, что важно для каждого из нас. В Брестском городском исполнительном комитете прошла рабочая встреча представителей администрации города с гостями из Армении. Встреча состоялась в рамках учебного визита. На мероприятии обсуждали реализацию программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина по Брестской области. Говорили также о реализации проекта международной технической помощи, улучшении транспортной доступности в городах Брест и Белоподляска. Также о внедрении интеллектуальных транспортных систем в областном центре. После теоретической части состоялось официальное открытие Центра автоматизированной системы управления дорожным движением в рамках программы трансграничного сотрудничества. Наши корреспонденты побывали на открытии интеллектуальной транспортной системы. Подробности в нашем следующем сюжете. Удивительное рядом. В Бресте на семи перекрестках с интенсивным движением установили умные светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением. Теперь о дорожных пробках можно будет забыть. Магнитные детекторы в асфальте считывают информацию о количестве ожидающих нужный сигнал светофора машин. Затем передают ее в режим реального времени в Центр управления, где контролер распределяет транспортные потоки и регулирует работу светофоров. Пока в адаптивном режиме работает только один объект на перекрестке улиц Варшавское шоссе и Махновича. Постепенно будут подключены и остальные шесть объектов. После того, как мы пройдем опытную эксплуатацию и адаптивную наладку этой системы для города Бреста, когда люди привыкнут, когда привыкнет ГАИ, мы сможем этот опыт показать городам областным, городам районным. И первое, что мы предлагаем, это подключить к этому центру города Брестской области. Это возможно технически. На реализацию этого проекта было направлено порядка 1 миллиона евро инвестиций программы трансграничного сотрудничества Польши-Беларусь-Украина. Автоматизированная система управления дорожным движением, аналогов которой в Беларуси нет, имеет достаточно много преимуществ. Главное из них – снижение выбросов выхлопных газов в атмосферу во время простоя в пробках, а также улучшение городской логистики. Самая главная цель была проекта – это уменьшить время движения автомобилей по участку границы Республики Польши, выезд города Бреста на сторону Минска. То есть по заданию на проектирование на 15-20% время надо было необходимо сократить. Соответственно, уменьшить потери экономические, экологические. И вот эта вся система, когда она полностью запустится уже, она должна это обеспечить даже, возможно, больше. Особенно, если это ночное время, когда со второстепенного направления не будет транспорта. О внедрении этого проекта и о многом другом говорили на встречу в Брестском горосполкоме с гостями из Армении. В рамках диалога обсуждались насущные проблемы, а именно Брестская стратегия в области устойчивого энергетического развития и климата до 2030 года, а также реализация программы трансграничного сотрудничества Польши-Беларусь-Украина. К слову, в разработке новой программы на 2021-2027 год одобрено к финансированию 34 проекта по Брестской области на сумму порядка 19 миллионов евро. В их числе проекты, направленные на создание инфраструктуры. Крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Брестской области. Первый такой проект – это улучшение безопасности на трансграничной белорусско-польской территории, усиление потенциала пожарных и спасательных служб. В рамках данного проекта был создан Центр безопасности на улице лейтенанта Рябцева. Также была построена пожарная часть в городе Каменце. И также было закуплено оборудование для пожарных служб. Также в Брестской области у нас реализуется проект при участии Брест-Автодора. Была построена дорога Р-16, которая ведет к пограничному пункту Пещатка. И благодаря строительству и модернизации данной дороги у нас сейчас есть улучшенный доезд до данного пункта пропуска, что улучшает пропускную способность данного пункта пропуска. Благодаря программе трансграничного сотрудничества за 17 лет на территории трех стран было реализовано порядка 400 проектов на сумму более 400 миллионов евро при участии тысяч организаций из Польши, Белоруссии и Украины. В числе этих организаций – Брестские предприятия, на которые отправились члены делегации из Армении, чтобы ознакомиться с городской стратегией развития в рамках реализации международных проектов. У нас участвует в программе обучающего семинара делегация города Армении. Мы проедем по коммунальным предприятиям города Бреста, таким как Брестский мусороперерабатывающий завод, Брестское котельное хозяйство, коммунальник, водоканал начисленный. Мы посетим Брест водоканал, где мы поделимся своим опытом по внедрению новейших технологий в рамках реализации международных проектов. Ирина Левчука, Дород Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Полтора года назад мир содрогнулся от новой чумы вируса COVID-19. Уклад жизни людей и деятельности организации пришлось резко менять. Экономики всех стран понесли урон, рабочие процессы стали, много людей потеряли работу или оказались недееспособны. Тогда это сильно пошатнуло рынок труда и нашего города. Но время идет, мы учимся жить дальше с этой проблемой. Находим новые формы и методы выхода из создавшейся ситуации. Ведь сам по себе кризис – это скорее толчок или звоночек действующим, повод уйти в ступор. В Брестском управлении по труду, занятости и социальной защите так и поступили. Задача – обеспечить людей работой, как ее исполнение, проведение ярмарок, вакансий и дней предприятий. Использовали онлайн-площадки, проводили дистанционные собеседования. Что это дало, как сработало, какова ситуация с трудоустройством сегодня и в каких специалистах наш город нуждается больше всего, выясняла Алена Меневич. Все профессии важны, все профессии нужны. Почему-то бытует мнение, что профессии делятся на престижные и нет, что очень даже зря. Как утверждают специалисты Брестского центра занятости, сейчас на рынке труда огромная нехватка специалистов, именно рабочих специальностей. А если задуматься, качество нашей жизни зависит именно от них – поваров, столяров, плотников, механиков, электромонтеров и станочников. Ведь если у вас сломалась машина или протекает труба, вряд ли вы обратитесь за помощью к логистам и экономистам. Наибольшую потребность испытывают предприятия в рабочих специальностях. Это квалифицированные рабочие кадры. В принципе, это наблюдалось и во всех предыдущих периодах. Это электрогазосварщики, это станочники, это электромонтеры, это токари, фрезеровщики. Очень востребованы у нас на сегодняшний день водители, особенно водители автобусов. У нас нужны продавцы, нужны повара и кондитеры. Ну и как, наверное, в прошлых периодах, наибольшую сложность в трудоустройстве у нас испытывают специалисты экономического профиля, юридического профиля. То есть этим людям, как и раньше, немножко нужно будет постараться, чтобы найти себе желаемое место работы. Продолжая наш разговор, Инна Новожилова подчеркнула, что сегодня ситуация на рынке труда в Бресте достаточно контролируемая и более стабильна в сравнении с прошлым годом. С начала 2021 года в службу занятости обратилось 1700 человек за оказанием содействия в разных видах деятельности. На сегодня из них трудоустроено уже 900 человек. Несомненно, радует и выросшее количество вакансий. К этому дню в базе службы занятости их более чем 1800. Центр занятости оказывает множество услуг в поддержку граждан. Одна из них – помощь в переориентировании на рынке труда. Иногда люди, уже имеющие образование, переучиваются на совершенно новую для себя профессию и из-за неимения опыта в ней они испытывают сложность с трудоустройством. В этом случае служба занятости компенсирует нанимателю затраты на оплату труда этого специалиста на протяжении шести месяцев. Шла в декретный отпуск, решила попробовать с ногтями поработать. Купила все материалы, начала пробоваться, получаться начала. Ну не сразу, но получалось. Через год решила пойти обучиться на маникюр, обучилась и подумала пойти после декрета на работу маникюрщицей. Ну и нашли мне работу в центре занятости. Наряду с обычными безработными к нам еще обращаются граждане слабозащищенных категорий. Это лица предпенсионного возраста, лица имеющие инвалидность, из мест лишения свободы. Также родители из, ну как правило это мамы из неполных семей, которые самостоятельно растят деток. Ежегодно Брестским госполкомом для предприятий города Бреста доводится бронь для трудоустройства всех слабозащищенных граждан. И мы направляем таких безработных на предприятие в счет брони. В управление по труду, занятости и социальной защите обращаются также и предприятия, испытывающие потребность в кадрах. Именно для этого в центре проводится день предприятия. Это так называемая очная ярмарка вакансий. Такие мероприятия это одна из форм нашей работы и мы проводим на регулярной основе, в зависимости от ситуации на рынке труда в городе. Месяц назад, не так давно, мы проводили ярмарку вакансий для предприятия Брестское пиво, которое сейчас очень успешно развивается. В результате этого укомплектовали недостающие кадры. И в результате этого вышли на довольно устойчивую работу, которой не было в последнее время. Мы проводим для них это мероприятие для того, чтобы было удобно как соискателям работы, так и самим нанимателям встретиться в одном месте, оговорить все условия и решить каждый свои вопросы. В этот раз в Управление по труду, занятости и социальной защите за помощью обратилось предприятие «Брестский общественный транспорт». В начале 2021 года прошла процедура объединения Брестского автобусного и троллейбусного парков в единую структуру «Брестский общественный транспорт». Количество единиц транспортных средств предприятия значительно выросло, что обусловлено приростом новых жилых районов города. Отсюда и появление новых свободных вакансий по специальности водитель. Ухудшает ситуацию и коронавирусная инфекция, которая все еще имеет место быть и большая часть коллектива на данный момент, к сожалению, находится на больничном. На 1 июня нештат городской колонны будет составлять порядка 18 человек, что затрудняет планирование и организацию работы общественного транспорта в городе Бресте в связи с этими моментами. То есть мы сейчас испытываем на данной этапе дефицит личного состава именно водителей в этом плане. В связи с этими затруднениями происходит работа общественного транспорта с значительными перебоями. На сегодняшний день нам требуется более 70 рабочих, свободных вакансий. Это и водители автобусов, водители троллейбусов, слесаря по ремонту подвижного состава, по ремонту автомобилей, токаря, сварщики, электромонтеры. Поэтому просим всех, кто желает у нас работать, приходить на наше предприятие, обращаться в центры занятости. Предприятие оказывает всяческую поддержку по обучению работников, повышению квалификации. Мы обучаем и на производстве, и за счет предприятия, и за счет центра занятости. Коллектив у нас хороший, люди все контактные, добрые, поэтому, пожалуйста, приходите. Полный соцпакет, больничные отпуска, все будет оплачиваемое. День пограничника отметила Брещина. Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую Родина доверяла только лучшим своим воинам. Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу. Готовность к самопожертвованию является отличительными чертами многих поколений пограничников, которые 28 мая отмечают свой профессиональный праздник. В истории города Бреста есть немало героических страниц, ставших таковыми благодаря силе духа людей с зелеными погонами на плечах. Родные традиции воинов-победителей продолжают их потомки и продолжают достойно. Слова благодарности и признательности за службу звучали в их адрес в ходе торжественного мероприятия, которое прошло у мемориального комплекса «Стражам границ». День пограничника – это тот праздник, который не останется незамеченным в Бресте. «Мы живем в приграничном городе, и сам его статус говорит о том, что защитники рубежей здесь на особым счету». По доброй традиции торжественные мероприятия проводятся в центральной части города. Затем праздничная колонна перемещается к месту проведения митинга. Мы сегодня находимся в монументах, где отданы и отдаются слова чести, почести погибшим во время Великой Отечественной войны, во благо защиты нашей Родины, защиты нашего государства и защиты нашей границы. Когда есть граница, есть суверенитет государства, и вы сегодня пограничники тех рубежей, которые обеспечивают эту независимость. Я вас искренне поздравляю с праздником, желаю вам здоровья, той крепости духа, когда, выходя на свои задания, вы идете за честь Родины, вы даете присягу защитить Родину. Здоровья вам, и дай Бог, чтобы на наших границах не было врага». Пограничники – это те, кто выбрал своим призванием охрану рубежей нашей Родины. Они в любой момент готовы отразить опасность. Им же выпала честь встречать каждого из гостей республики. Старейшая в стране Брестская пограничная группа контролирует участок государственной границы протяженностью более 350 километров. «Пограничник исторический – это человек, который искренне предан Родине. Это выполнение задач на границе всегда, в любой суток времени, дня и ночи. Это любовь к Родине, это любовь к женщине, это преданность своей семье, своему городу, своей области и своей республике». Пограничники отлично справляются со своей сложной и ответственной миссией. И, несмотря на стереотипы, среди них немало успешных женщин в погонах. «Почти 15 лет назад я поступила на службу. Не думала, что дослужусь до такого звания. Я считаю, что это призвание на сегодняшний день военнослужащих женского пола в подразделении пограничного контроля немало. Я бы сказала, что наполовину мы наряду с военнослужащими мужского пола выполняем добросовестно свои служебные обязанности». Пограничное братство сильно своими традициями и преемственностью поколений. А потому на профессиональный праздник ежегодно приходят ветераны пограничных войск и семьи военнослужащих, которые являются надежным тылом стражей границ. «Прожили, прослужили на границах, во львовском отряде служили, потом в Белоруссии, вот и остались здесь жить. Создавали все условия мужьям служить, а мы воспитывали детей, занимаясь хозяйством». «Заслуга ее немалая. Она награждена несколько раз грамотами за оказание помощи в охране государственной границы. С ее помощью задержаны несколько нарушительных границ. «Последователей у меня в семье пять нашлось. Мы в общей сложности больше ста лет прослужили в пограничных войсках. Так что история у нас семейная большая». Проходят года, но главные качества пограничников неизменны. Это мужество, самоотверженность и любовь к родине. И пока это так, безопасность границ в надежных руках. Здоровья вам и вашим близким!